Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компании Skyway. И у меня сегодня будет очень короткий вебинар, а вы поставьте, пожалуйста, пока десяточки по поводу того, как меня слышно, как меня видно. Мы с вами давно уже не встречались, и причина этому одна, банальная причина. Послезавтра мы с Алексеем Суходовым встречаемся здесь на очень такой серьезный разговор. Очень серьезный разговор для того, чтобы давать нам, скажем так, не просто правдивую, а сколько реальную информацию, что необходимо делать, на что необходимо обратить внимание в первую очередь сегодня. Так что с Лешей Суходовым мы встречаемся здесь у нас в Челябинске, он сейчас находится здесь, я тоже нахожусь здесь. И обсудим вот такие многие вопросы, те новости, которые он мне расскажет, и, возможно, инсайдерскую информацию, которую я вам обязательно доложу в пятницу на нашем пятничном вебинаре. А сейчас я просто хочу, знаете, задать вопрос себе и вам, вот задаю вопрос себе и вам, о чем сейчас у нас больше всего все беспокоятся? Вот сейчас, именно сейчас, в данный момент, то есть последние недели, там, две недели, о чем больше всего идет разговор? Напишите, больше всего, о чем идет разговор последние у нас две недели? Ну, просто напишите, о чем идет разговор. Так, Станислав, переведи на русский язык, пожалуйста. Напишите, напишите, пожалуйста, о чем, что вас больше всего волнует. Что волнует вас больше всего? Галина, тоже переведите на русский язык, пожалуйста. Юра, приветствую тебя, дорогой. Еще что волнует? Что еще волнует больше всего? Что волнует последние буквально две недели у нас? У нас просто ажиотаж невероятный. Просто невероятный. Да. Это как в том фильме, говорит, все переключились на что-то еще. То есть всех интересует прежде всего, да, прежде всего криптовалюта. Всех интересует прежде всего технология блокчейн. Всех интересуют токены и так далее, и так далее, и так далее. Все ударились изучать срочно это направление. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо, с одной стороны. Вот просто хорошо. Вот я ничего не понимаю в криптовалюте, вот вообще ничего не понимаю. Но когда это мне надо будет, вот именно надо будет, я не с позиции рассуждаю, то есть что вот когда-то что-то там сделайте, а то потом и приду, это, кажется, разжуйте, а я это проглочу. Но хотелось бы, чтобы именно так было. И в 99% случаях, вот можете даже сами честно сейчас ответить, что да или нет, что вы практически, ну большинство из нас, извините, я себя предпочитаю тоже к этому числу, я не понимаю толком, что это такое. Вот не понимаю толком. И не знаю, надо это мне сейчас или нет. По одной простой причине. Помните, о чем на многих вебинарах я говорил, что мне без разницы будет, нам будет без разницы, чем люди будут платить нам за нашу выполненную работу, за поездки, за перевозку грузов. Будут они платить биткоинами, будут платить долларами, будут юанями платить, я не знаю, чем там, иенами. Чем угодно, но они будут за это платить, просто будут за это платить. И то, что это нужно, нельзя отставать от новых направлений, от новых веяний, но это не значит, что вот все просто как с ума посходили, все созданы уже 32 чата, наверное, 32 чата созданы. И все с очень умным видом пытаются друг другу дать что-то, какую-то информацию. Я это не отрицаю, я это не просто и хочется быть, да, и хочется подзаработать и на этом тоже, тоже, точно так же, как и вам всем, и нам всем хочется. Но мы самое главное забываем, мы выплесками вместе с ребенком, вместе с водичкой, мы и ребенка, и стазика можем так выплеснуть. Почему? Потому что вот настолько меня уже, мои партнеры даже просто достали. Все думают о токенах, криптовалюте, технологиях, блокчейн, а самое ценное, что у нас есть, хотим мы этого или нет, дорогие друзья, но так есть. Сегодня будет очень короткий вебинар. В пятницу будет уже более такой конкретный, как мы говорим, не обучающий. Я не собираюсь вас учить. Почему? Потому что если вы верите в технологии, верите в то, чем мы занимаемся, вас не надо учить. У вас глаза будут гореть, и вы всем будете об этом рассказывать, для всех это будете доносить. Так вот, во что мы инвестируем прежде всего? Это банально, это просто. И вы это понимаете, что самый ценный ресурс – это время. Время. И я, вот лично я, есть Алексей Суходоев, есть еще ряд партнеров, которые действительно, они целиком поглощены этой темой, потому что это их задача. И когда они во всем этом разберутся, есть великолепный ролик по поводу технологии блокчейн и криптовалютам и токенам, просто великолепный есть ролик. И там человек, который отвечает на все эти вопросы, которые для нас являются, как, я не знаю, как, я не знаю, то, что совершенно непонятно. Вот они просто говорят, это еще выражение, не помню, кто это выражение запустил в первый раз, но если ты, говорит, своей уборщице в офисе не можешь в течение трех минут объяснить суть своей технологии, значит, ты сам ее не понимаешь. И самое главное, что объяснить это надо уметь простыми словами, чтобы они были понятны. Вот самые простые слова. То есть, чтобы это было понятно всем. Так вот, может быть, стоит очень многим людям и большинству из нас подождать вот этого момента, когда нам объяснят, что это такое, и чтобы нам было это просто и понятно. А криптовалютическая идет разговор, волнует, как можно больше сделать свой портфель. Да, это тоже абсолютно верно. Так вот, дорогие друзья, к чему я все это сегодня говорю? По одной простой причине, что мы изучаем и не делаем того, что мы должны сделать. Представьте себе, что сейчас бы Анатолий Владимирович Веницкий и, допустим, Сибиряков Сергей Анатольевич, хотя он тоже в этом разбирает, но у него больше другая задача. Или же Игорь Викторович Бабурин, либо же Кирилл Бадулин, который возглавляет раздел адресных проектов, они бы все кинулись изучать технологии блокчейна. Вот все бы бросили и кинулись изучать технологии. И пока они их не изучат, дальше движения не будет. Согласитесь, что это нонсенс. Это нонсенс. Во что мы инвестируем? Мы инвестируем, прежде всего, в самое ценное – это время. Самый ценный наш ресурс. А вот зачем мы это делаем? Это следующий вопрос. И может ли кто-то из нас, вот из вас, даже для меня, может ли кто-то возразить, что пока не будет мотивации, мы ничего делать не будем. Вот пока не будет мотивации, внутренней мотивации, внешней мотивации, какой угодно мотивации, мы ничего не будем делать. И помните, да, это. И вообще, что происходит и что нам делать? Осознание, что наша жизнь конечна. И на что нам обращать внимание в первую очередь? Вот именно наша жизнь, она конечна, она заканчивается. Вот именно вот это помогает определить нам, что действительно важно. Важно на сегодняшний день, важно вообще. И все, что мы делаем, определяет то, что мы оставим после себя. Это то, что мы с вами делаем. Не только Анатолий Эдуард Щеницкий, Алексей Суходоев или кто-то еще, наши партнеры. Что мы оставим после себя? Это может показаться пафосным, но это правда, это так есть. И осознание этого может дать нам то, что не даст никакая другая мотивация. Конечность жизни, она конечна. Понимаете, конечна. И ответьте на вопрос, как можно заставить кого-то что-то сделать? Точно так же, помните, да, который такой тренинговый материал, который мы с вами тоже обсуждали, рассуждали, вместе это анализировали, отвечали на вопросы, даже выполняли задания. Как можно заставить кого-то что-то сделать? Бесполезно. Только собственный пример. Только собственный пример. Мы можем много чего говорить, можем рассуждать, можем как-то мотивировать, но главное, что мы сами делаем. По большому счёту, для того, чтобы однажды будущее стало настоящим, мы должны вкладывать малую частичку себя в общее дело, своего времени в общее дело. И всё это делается для того, чтобы наше будущее стало настоящим. И оно приближается сумасшедшей скоростью. Мы финансируем создание будущего. Это наша основная задача. Наша основная задача – финансировать будущее наше. Которое, оно уже не будущее, оно очень и очень скорое, это будущее. Господи, что мы ещё там скидываем? Вчера в момент губернии, сейчас в общее дело, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, конечно, в общее зону, но карта, конечно, в общее зону, ну, на данный момент не запускается. Ранее упущенная карта будет работать. Еще 90 дней. После чего они будут заблокированы. Замечательно, чудесно, только эту информацию, ну, наверное, надо в чатах скидывать, и таких, знаете, в целевых чатах, а в дальнейшем, естественно, надо все это проверить, перепроверить и так далее. Так вот, дорогие друзья, мы финансируем создание будущего. И вот эта малая частичка каждого нашего взноса, то есть, видели, да, новости, следите за новостями, то есть, наша собственность – это огромное четырехэтажное здание с прилегающей территорией. И частичка этого здания, там, я не знаю, квадратный метр, дециметр и так далее, и так далее, является нашей собственностью, вашей собственностью. У нас нет пути назад, мы не можем остановиться, иначе зачем мы все это начинали? И мы не можем встать, передохнуть, просто у нас нет времени, ни у нас, ни у Анатолия Эдуардовича, нет времени на оправдание и поиски отговорок, почему мы приостанавливаемся в том, чтобы кому-то рассказать, дать еще кому-то информацию о том, чем мы занимаемся. И почему я сегодня ничего не сделал для того, чтобы сказку сделать былью? Вопрос – почему я сегодня ничего не сделал? То есть, что надо делать? Об этом мы будем говорить в пятницу. Но я думаю, что вы и сами понимаете, что надо делать. Рассказать друзьям о нас, показать, что мы создаем, и для кого мы это создаем. Рассказать о нас, показать, что мы делаем, и для кого мы это делаем. Только для себя? Я сомневаюсь. Если бы мы делали это только для себя, нас бы было здесь намного меньше. Но вот то, что мы делаем, то, что мы создаем, а создаем все для того, чтобы через год, я повторяю, не через два, три, через четыре года, а через год, чтобы мы могли сказать «Вау!» Мы это сделали. А теперь, заканчивая наш сегодняшний вебинар, опять же, задаю простейший вопрос. Кто или что мешает мне это сделать? И с этого мы начнем с вами пятницу разговаривать, где будут даны конкретные шаги для тех, кто говорит, а я не знаю, что говорить, а я не знаю, с кем общаться, я не знаю вообще, что делать. Это все банально, это просто, но это есть. Если мы это игнорируем, то в конечном счете мы еще будем долго это делать. Так вот, задайте себе банальный вопрос. Кто или что мешает мне это сделать, вам это сделать? Страх. И об этом тоже мы говорили, что такое страх. И мы все это понимаем, что не дай бог меня не так поймут, как-то я не так буду выглядеть, так далее, далее, далее. Помните, да? Помните. Помните о том, что мы в ответе за тех, кого вовремя не послали. Не тех, кого мы пригласили, не тех, кто следует за нами, а мы в ответе прежде всего за тех, кого вовремя не послали. И тоже напоминаю вам, помните тренинговый материал, что такое здоровый пофигизм. В хорошем смысле слова, пофигизм, здоровый пофигизм. Это тоже очень важно понимание в том, Григорий, вы о чем вообще? Галина, наверное, все о том же. Все о том же. Галина из Москвы. Григорий, вы о чем вообще? А в пятницу вас опять не будет? Буду в пятницу, уже буду. Почему? Потому что будет очень важный разговор с Алексеем Суходоевым. И в пятницу мы с вами поработаем, ребята, очень-очень серьезно. Но, Галина, вы, возможно, в первый раз на моих таких ненормальных вебинарах, они действительно ненормальные. Вы бы хотели, чтобы я рассказал про технологию? Вы бы хотели, чтобы я рассказал вам новости? Основные новости я сразу даю. Для вас, я думаю, все эти новости есть в кабинете, они есть в чатах. Это хорошо, это здорово, мы сами можем все их посмотреть. Особые новости мы, конечно, отмечаем. Для нас самая особая новость, то, что мы перешли на 10 этап. И то, что, ну, дорогие друзья, от 30 до 50 процентов, я бы сказал так просто для понимания, стоимость наших акций подорожали. За те же самые деньги, теперь вы берете на эти же самые 30-50 процентов меньше акций. Обязательств. Называйте это как хотите. Адресные проекты, Челябинский, под заключением соглашения, и Пусковой и Крыма, объясните, пожалуйста. Галина, если вас интересует именно по адресным проектам, вы знаете, все то, что находится, вообще, вообще, все, что касается адресных проектов, я отвечу вам одним простым словом. Великолепно помните, да, великолепно помните, что все это начиналось, дай бог памяти, первые адресные проекты, вообще, они как бы обозначались у нас в Екатеринбурге. Это Руслан Багиров и Ольга Котачихин, в числе первых. Дальше могу перечислять все, заканчивая там Иркутском, Красноярском и так далее, и так далее. Везде все чиновники, вот у нас в стадии, в какой стадии находится у нас Челябинский и в Крыму, в Севастополе и в Крыму. То есть, то, что я непосредственно к чему имею отношение, очень серьезное отношение. Все ждут сертификацию, все говорят здорово, все говорят замечательно, все нас поддерживают, созданы даже рабочие группы, но пока не будет сертификации, запомните, ни один чиновник никакого серьезного движения не сделает. Самым серьезным, такое серьезное движение было тогда, когда еще Лебедь Александр Иванович принял решение и профинансировал первые 300 тысяч долларов. Очень серьезное решение было господина Морозова, он и сейчас губернатор Львиновской области, когда он сделал доклад на заседание госсовета президенту. Должна быть сертификация. Так устроена наша в хорошем или в нехорошем смысле слова чиновничья братья. И они ничего не будут делать до тех пор, пока не будет подтверждения, что технология сертифицирована. Вы хотя бы наблюдайте за новостями, Галина, это очень интересно, конечно, но понаблюдайте, сколько губернаторов у нас поменялось за последнюю неделю. Сколько губернаторов поменялось только за последнюю неделю? Это о чем-то говорит. И очень мало чиновников, их, я не знаю, их, наверное, вообще, не единица на тысячу, которые бы сами приняли решение и вопреки всему, даже из собственных финансов, внутренних финансов начали бы выделять средства, как это сделал Александр Иванович Лебедь в свое время. Это очень и очень непросто. Ну, ну, один, два, три. Вот я однажды нечто подобное сказал, и не то, что я не жалею об этом, но так мы тоже не можем утверждать. Но, вы знаете, такое было, было, было такое, что почему-то, почему-то, я не знаю почему-то, но в том же Крыму, встречаясь, я вам как-то рассказывал, по-моему, встречаясь с чиновниками самого высшего ранга, то есть мы встречались один раз, второй раз, третий раз уже встречались, так и грубо разговаривали довольно-таки. Так вот, после этого министра туризма, кто из Крыма знает, да, сняли с должности. Дальше, значит, министр транспорта, господин Волков Анатолий Павлович, то есть после третьего наезда, скажем так, нашего, его тоже сняли с должности. Не знаю почему, но так происходит. Начальник департамента в Севастополе тоже после общения с нами, после второй встречи его снимают с должности. И сейчас, сейчас действительно пришли очень интересные люди, и в Севастополе то, что выборы 11 сентября закончились, и мы сейчас, как сказать, снова все начинаем делать. А связи и информация есть практически у всех абсолютно. Что у нас в Челябинске, что в Екатеринбурге, что в Крыму, то же самое могу сказать и про Иркутск, и про Красноярск, и можно перечислять и Ульяновск, и Казань, и так далее, и так далее. Вот этот час икс, ну, мы по большому счету, хотим мы этого или нет, но так, наверное, у нас все это устроено в России, что пока сверху пинка не будет, целевого указания, то как бы особо и движений не видно. И, ну, опять тоже между нами, я думаю, что идет и запись, и то все, как мне Виктор Игорьевич Бабуин сказал, Григорий Михайлович, ну, что ты с Крымом со своим там, что ты там с этим Челябинском? У нас одна Индия, это гигантский адресный проект, которого нам хватит на ближайшие десятилетия. Галина, очень приятно, что вы работаете по адресным проектам в своем городе. Плюс к этому, дорогие друзья, по адресным проектам Владимир Маслов великолепно проводит вебинары и объясняет, рассказывает, что это такое. Вот у нас должно быть понимание. Адресный проект, он создается не для того, чтобы связать деревню Пупкино с городом Челябинском. А прежде всего адресные проекты, мы же еще с вами инвесторы, еще создаем, помимо всего прочего, что мы меняем мир в хорошую сторону, мы еще и не забываем про коммерческую составляющую. Именно коммерческая составляющая. Особенно на первом этапе, она имеет огромное значение. Просто гигантское. То есть, если сделать проект, поставить первую дорогу длиной 100 километров и связать, как я говорю, деревню Пупкино с Челябинском, и пассажиры поток будет 5 человек в сутки, то, ну, наверное, дорогие друзья, это будет, ну, не совсем правильно, точнее, совсем неправильно. И другое дело, построить скоростную трассу во Вьетнаме, где пассажиры поток, извините, 2 миллиона человек в сутки. Или же перевозка руды, породы в порт, в индийский порт. Или, допустим, разгрузка и доставка грузов по всей Европе из Арабских Эмиратов, где построен сейчас, по-моему, уже построен самый крупный порт в мире. Вот коммерческая составляющая, не забывайте об этом. Точно так же, как в Крыму, у нас есть адресный проект, где срок окупаемости по расчетам может составить 2,5, максимум 3 года. Как только будет сертификация, согласование уже всевозможное, идем, делаем. И не одни мы это делаем, как у нас здоровая конкуренция в этом отношении, в двух фондах. И это хорошо, это здорово. Поэтому по адресным проектам у нас есть отдельный чат по этим вопросам, где Владимир Маслов отвечает на вопрос, ну, и мы своим опытом можем поделиться. Но это не значит, что мы все в каждом городе, ну, как бы надо, хотя бы доносить надо до чиновников, до общественности, надо доносить информацию о том, что вот это есть, де-факто это уже есть. Пройдет еще максимум, ну, как только холода настанут, более-менее холода, чтобы нам, знаете, по сертификации, это остался последний этап, показать, то есть как поведет себя наш транспорт в условиях наледи, снегопадов, там, мороза и так далее. Это последний этап. И уже отговорок не будет. Мы всегда упираемся. Первый вопрос, откуда, кто, а, у нас нет денег, вернее, первый ответ чиновников всегда первый ответ. У нас нет денег. Мы говорим, нам денег не надо. Давайте начнем согласовывать трассировку, делать, соответственно, выполнить те предварительные работы, которые надо выполнить перед началом финансирования. А зачастую проекты, многие проекты, мы будем финансировать сами. Как это будет выглядеть, ну, сейчас не буду об этом говорить, не буду на этом останавливаться. Но это есть де-факто. А следующий вопрос, а где у вас сертификация? А ее еще нет, она будет. Но когда будет, вот тогда и начнем делать. И это тоже есть. Все ясно, в деревне Пупкино дорога опять не дойдет. Родион, дойдет. Почему? Потому что деревни Пупкино постепенно переместятся в наши линейные города. Вот это я уже гарантировал 100%. Почему? Да потому что будет так. Не будем жить. И неправильно человеку жить в этих коробках или где-то в отдаленных местах. Хотя кто-то желает жить вообще отдаленно. Это его право. Итак, заканчивая сегодня коробки вебинар, вопрос, кто или что мешает нам это сделать. Что это сделать? Это наш страх. А что сделать мы знаем великолепно. Это донести информацию до родных, близких, родственников, знакомых. И нам в хорошем смысле слова должно быть пофиг, что они о нас подумают. Наше дело постараться донести до них. И как у меня Андрей Коробко, это лидер Крыма, говорит действительно. Основной вопрос у них. В Крыму почему-то большинство людей пришли не на деньги. А они пришли на идею. Почему? Потому что Крым это, как в советское время была всесоюзная здравница. Сейчас непонятно что. Почему? Потому что там пробки на дорогах. Там в городах невозможно, летом вообще невозможно жить. Люди задыхаются от газов и хлопных и так далее. Да, абсолютно верно. В Индии, Вьетнаме, головолюд нет, там и надо работать. Итак, дорогие друзья, сегодня больше я вас не буду мучить. Готовимся к пятнице. Приглашайте людей в пятницу. Почему? Потому что в пятницу мы начнем уже работать. То есть хватит разговаривать, надо работать. Ну а по поводу технологий блокчейн, по поводу криптовалюте, токенах. Все, ребята, это надо. Все это хорошо, все это здорово. Но у нас тут такой, знаете, действительно как-то нездоровый такой ажиотаж, просто нездоровый ажиотаж. Чуть ли не в драку собаку создается чат из-за чатом, информация туда наваливается кучей. И люди, да, потихонечку, да, надо это тоже осваивать. Надо все равно вникать во все это дело. Но у нас есть люди, которые будут заниматься. Но не будем же мы заниматься тем, что у нас тоже дальше есть проблема, допустим, или задача. Как там создать такой-то узел? Как помните, господин у нас, который сейчас принял технологии, через 10 лет признал, что да, действительно, мы не понимали, как через эти пилоны будут проходить эти рельсы, как будут там проходить вагончики. А когда он все это увидел, да, вот это здорово. Мы же не будем этим заниматься. Но не будем. Потому что это не наше. Но мы должны свое дело делать. А наше дело основное – это финансирование. И при этом финансирование мы еще можем и сегодня, уже сейчас, очень даже неплохо получать неплохие агентские вознаграждения. Я думаю, что это тоже правильно. Благодарю всех за внимание. С вами был Григорий Мирошенченко. До встречи в пятницу. Завтра приходите на вебинары Алексея Суходоева и Сибирякова Сергея Анатольевича. Почему? Потому что сегодня, завтра не скажут. Только не терроризируйте их по поводу технологий блокчейн и так далее, и так далее. Работа ведется систематически. По поводу, там был вопрос Виктора Тарасова, по Виктору Тарасову. Значит, Виктор Тарасов, как они уже объявили о том, что где-то через две недели будет такой расширенный вебинар по технологиям блокчейн, по ICO и так далее, и так далее. И будет при этом не один вебинар, а, скорее всего, будет два вебинара, где он подробнейшим образом, так как они сейчас занимаются вводом, выводом на ICO совместно с представителями ВТБ банка, занимаются серьезной работой. Поэтому я думаю, что будет очень интересный вебинар, познавательный в плане финансовой грамотности прежде всего. Еще раз всех благодарю и до встречи на завтрашних вебинарах с Алексеем Суходовым и Сибиряковым Сергеем Анатольевичем. С вами был Григорий Мерушенченко, город Тарасов.